Ленточке быть, не виновать и торжественное разрезание произошло на ваших глазах! Филиал Академии Динамо имени Льва Яшина! Шанс стать талантливым и прославленным футболистом получили сотни ульяновских мальчишек. В областном центре открыли филиал футбольной Академии Динамо. Трехсторонние соглашения подписали Ульяновский госуниверситет, физкультурно-спортивный техникум Олимпийского резерва и Академия. А торжественную церемонию провели на стадионе «Труд». Футбол – это та игра, в которую любят играть многие. Вот она, это чувство локтя, это командная игра, когда каждый друг друга поддерживает, взаимозаменяет. На самом деле, те, кто занимается этим видом спорта, они по жизни дальше идут легко, потому что у них, как правило, большой круг общения, у них много друзей. Для ребятишек в этот день провели мастер-класс и тренировку, подарили шарфы с символикой «Динамо». Заниматься в Академии будут более 250 воспитанников, а самое главное – совершенно бесплатно. Сама школа будет базироваться на стадионе «Заря» в Заволжском районе. Там появится новое футбольное поле, экипировка и инвентарь. Все за счет Академии. Пока же на стадионе идут строительные работы, тренировки будут проводить на футбольном манеже в Виновской роще. Ульяновский филиал стал первым в Поволжье и пятом в стране. Вот здесь прекрасная инфраструктура, и поэтому выбор на Поволжье, в первую очередь, на Ульяновскую область, на Симбирскую гувернию, как и по старинке могу говорить, был не случайный. Ну и во-вторых, я очень рассчитываю на то, что молодые ребятки отсюда подрастут, будут играть и за основную команду в Москве, да и, собственно говоря, могут усилить и Ульяновскую область. Нам тут делить нечего, футбол в этом плане един. Между филиалами регулярно проводятся футбольные турниры, чтобы ребята оттачивали технику и нарабатывали опыт. В день открытия на стадионе также провели товарищеский матч между командами 2012 года рождения. А экс-форвард «Локомотивы», «Динамо» и сборная России Руслан Пименов провел мастер-класс для юных спортсменов. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.